Как избавиться от пырья на своем участке – насущный вопрос для многих людей, которые хоть как-то связаны с землей. Потому что, насколько бы полезными свойствами не обладал пырей, он способен агрессивно распространяться на большие территории, забивая своими корнями все на своем пути. Если вы когда-то видели корни этого растения, то знаете, что они очень острые, вот прям очень, вроде заостренные на концах, и способны ими прокалывать луковицы, да много чего. Поэтому со своего участка его нужно убирать. И для этого есть несколько способов – с помощью препаратов, механические и народные средства. Итак, первое. Самый простой, естественно, с использованием химии. Но тут нужно быть очень осторожными, потому что не всегда этот простой метод может подойти. Обычно применяют препараты с использованием глифосата. А это АЛАЗ, ГЛИФОЗ, ГРОЗА, РАУНДАП, ТОРНАДО, БУРАН, ГЛАДИАТОР и другие. Но это гербициды сплошного действия, которые ничего не щадят на своем пути. Применяя их, нужно дать вырасти пырью на 10-15 см и дождаться погоды в 12-15 градусов тепла. После этого максимальный эффект можно ждать лишь недели через 2. Также есть гербициды, которые помогают убрать пырей из пассивных культур. Это так называемые граминициды. Зелек, Тарга, Фузелат, Центурион, Мелагра, Титус, Пантера, Хармони и другие. Каждый из этих препаратов обычно работает на защиту определенной культуры. Поэтому нельзя взять просто любой. Нужно брать конкретно тот, который случайно не уничтожит посевы той культуры, которую вам нужно сохранить. За один раз даже химия может не справиться, так как в земле остаются семена. Их уничтожают потом повторно. При каждом использовании все культурные растения нужно укрывать пленкой. И за сезон пользоваться такими препаратами больше трех раз просто нельзя. Но яд есть яд. Не всегда он применим. Поэтому мы переходим к другим методам уничтожения этого сорняка. Второе. Механический способ с выборкой всех корней. Пырей, к сожалению, дико живучие растения. И выбирать из земли нужно каждый корешок. Потому что оставив в почве хоть малую часть, вы дадите возможность вырасти огромной плантации. Поэтому, начиная копать, берите вилу, а не лопату. Потому что лопата порежет один корень на несколько частей. И потом вы просто не будете знать, как это все достать и все ли вы достали. Копать нужно только вилами. А потом тщательно выбирать каждый корень руками. В борьбе с пырием главное убирать корни. Не важно, что там с наземной частью. Но если остался маленький корешок, все ваши труды напрасны. Это хоть и дико трудный способ, но он один из самых действенных. Если хорошо постараться и выбрать все корни. Сама перекопка без выборки корней только усугубит результат. Третье. Забивающие пырей растения. Это самый простой и реально действующий способ. Очень хорошо показывает себя горохово-овсяная смесь. Рожж. Рожж это вообще отличное растение. Она прекрасно борется с пырием, но не всегда успевает справиться за один сезон. Я бы сказала, что рожж это вообще один из лучших и простых способов борьбы с пырием. Если особо нет на это все времени, просто посейте ее и она сама справится. Также на некоторых почвах помогают в борьбе с пырием цветы георгины. Но, к сожалению, это не всегда действует. Отлично также справляется с пырием посевы тыквы и сидерат горлица. Это прям тоже наравне с рожью. Они отлично очищают землю вокруг себя. Четвертое. Использование раствора уксуса, соли и жидкого мыла. Но такой раствор, как и гербицид, может навредить и культурным растениям. Поэтому использовать его нужно аккуратно или вообще не использовать, если прям рядом растут нужные вам растения. Пятое. Мульчирование. Рыхлая мульча бесполезна в данном случае. Нужно либо плотный и твердый материал, либо просто черное агроволокно. Но оставлять этот материал нужно на несколько сезонов, так как иначе это будет просто бессмысленная процедура. Пырей, светолюбивое растение или шививо света он начнет ослабевать. Ну, это не быстрый процесс. На одном участке так можно победить сорняк за год, а на другом только через несколько лет. Шестое. Если же пырей просто пробирается с соседнего участка, по периметру где-то на глубину сантиметров 30 плюс-минус, вкопайте в землю, к примеру, шифер или что-то твердое, чтобы сорняки не могли его проколоть и пролезть. Ну, а если у вас есть курочки, гусочки или козочки, этот перемещающийся загон очистит любую территорию от всего лишнего. Поэтому выбирайте себе подходящий метод и ваш участок будет очищен. Субтитры создавал DimaTorzok